На одном из деревянных неблагоустроенных домов по улице Красной можно разглядеть вывеску «Ювелирная мастерская». За громким названием скрывается крошечная квартирка. На кухонном столе ее хозяина Владимира Коновалова уместилось все производство с набором необходимых инструментов. Мне еще ни разу не приходилось задавать вопросы при помощи ручки и блокнота. Ювелир не слышит. Пишу вопрос, Владимир его читает и только потом отвечает. Вообще-то Владимир Коновалов всегда был спортсменом, а не филигранщиком. Родился в Кунгуре, учился, а затем работал в Череповце учителем физкультуры. Жизнь настраивалась, как вдруг нелепый случай внес в судьбу свои страшные коррективы. Все началось с того, что в гости к Владимиру пришел ученик, поспорил с соседом. Пьяный сосед схватил ружье. Я быстренько стал между ними, между ружьем и парнем. И в это время удалили ребра, почку, печень шинкованная, кишечник шинкованная. Владимир переносил операцию за операцией. Мама Раиса Ильинична, приехав из Кунгура, всегда была рядом. Она, по словам Владимира, втирала в него жизнь. Хотя тогда врачи в чудо не верили. Когда прошла первая операция, сказали врачи, все, прощайтесь. Прощайтесь. Мы ничего не можем сделать. Умрет. Она приходит в палату. Я открыл глаза. Давай, сынок, прощаемся. А я говорю, что ты уезжаешь, что ли? А ты уезжаешь? А ничего, Господь привел. Закончил я эту болезнь. Владимир выздоровел, но от приема огромного количества антибиотиков потерял слух. Ему было 42 года, когда он поступил на ювелирное отделение Кунгурского художественно-промышленного колледжа. Думал выучиться, сможет зарабатывать, а не получается. Не до меня народу. Им надо как-то со своими делами. Если почка порвалась, не идет и не чинит пока. У него денег не будет. Нету денег у народа. Значит, и у меня тоже. Если бы не трагедия, Владимир бы, наверное, по-прежнему жил в Череповце. Совершенствовался в спортивном деле. Завел семью. На мой взгляд, о прощении пьяного соседа, распорядившегося, словно Господь Бог чужой жизнью, не может быть и речи. Но у Владимира свое мнение. Я его просил. Суд приезжал ко мне в палату. Я еле живой, умираю. Суд приехал. Я говорю, не надо ничего. Пушкин простил своего убийцу. А уж Пушкин-то был велик гений. Он просил. А я кто? Никто. Я говорю, отпустите его домой. Он все понял, что он был неправ. Таких людей, как Владимир, называют благородными. По одному из определений, благородство и есть готовность действовать наперекор собственным интересам. После случившегося уже многое забылось или нарочно вычеркнулось из памяти. Владимир Коновалов живет своей жизнью, как и все, в надежде на лучшее. Кроме того, что много времени проводит в ожидании клиентов, художник-ювелир работает на огороде, читает литературу 19 века и продолжает восхищаться тремя выдающимися для него личностями. Мамой, вернувшей его к жизни, Владимиром Высоцким, с кем был знаком лично, и писателем Василием Шукшиным, мечта увидеть которого так и осталась мечтой. Юлия Долгова, Михаил Осечек, из Кунгура.